Привет моим девочкам, гостям моего канала. Я решила снять такое видео, долго думала, но все-таки вы меня убедили. Были такие запросы, как рассказать, как у меня проходила послеродовая депрессия. Эта тема очень нещепетительная, и я в этом не эксперт, я просто расскажу, как это было у меня. Если будет что-то полезное, что-то полезное для себя вынесете, я думаю, что я буду очень-очень рада. Итак, кто со мной первый раз, и кто меня не знает, меня зовут Запорожскана, у меня двое деток с разницей в 9 лет. Первую дочку я родила в 20 лет, и в 29 я родила сыночку. Почему я так улыбнулась? Потому что это было на грани 30 лет. Для себя я решила, что если я до 30 не рожаю второго ребенка, то я уже рожать и не буду. Ну вот мой такой бздык, наверное. Вообще мне рожать было нельзя, и почему вот послеродовая депрессия, она у меня первый раз была, наверное, психологический фактор, а второй раз она была больше по здоровью. Но я не буду забегать наперед, я вообще начну просто, знаете, это в виде болтологии будет, то есть это такое болтологическое видео, как, наверное, с подружками просто посидеть, поговорить. И вот я сейчас расскажу свою историю. Замуж я вышла очень рано, в 18 лет, и в 20 я уже родила. Я не могу сказать, что у меня с мужем, он у меня не романтик, и у меня не было такого, там, признания любви, там, с шариками какими-то в ресторане, там, замуж он меня тоже банально позвал, говорит, ну что, может поженимся, ну как бы, ну давай, ну как-то так. Точно так же и он мне сказал по поводу ребёнка, говорит, наверное, надо завести ребёнка, ну надо, давай заведём, то есть как-то вот так у меня это было. И вы знаете, когда родила я дочь, после рождения у меня началась именно психологическая, послеродовая депрессия, когда тебя не радует ничего, даже твой собственный ребёнок. Это, наверное, сыграло ещё молодость, и проявлялось это... Кстати, мне муж не помог в этом, то есть выйти из депрессии он мне не помог. Как она вообще началась? Когда ты рожаешь ребёнка, естественно, ты очень рад, и, ну как, мама, ты стала мамой. Но так как я была молодая, я, наверное, ещё и не понимала, что такое быть мамой. Мне помогала моя мама, то есть она приехала, начала мне рассказывать вообще, что мне надо с этим комочком счастья делать. Вот. Муж всё время работал, и помощи от него там, как встать ночью к ребёнку, вообще никакой не было. Вообще никакой. И я считала, что это нормально, сейчас я так не считаю. То есть у меня разница между первым и вторым ребёнком в плане даже общения мужа с детьми совсем другое. Это, наверное, знаете, такой интим рассказываю. Я не думала, что я смогу, но всё-таки решила, потому что каналу два года, со мной многие тоже очень долго, и я думаю, что, ну, я не буду лукавить, расскажу так, как есть. Это справедливо и честно. Вот. И у меня началась послеродовая депрессия, знаете, наверное, зачем? Из-за того, что не было поддержки от мужа. Я уставала, я не высыпалась. Ну, естественно, мама побыла со мной две недели, потом уехала. И я осталась сама. Вот. Муж в командировках был часто, потому что, ну, у него работа так вот требовала. Не было достаточно внимания ни ко мне, ни к ребёнку, и вот на этом, наверное, фоне вплоть до развода, наверное, не дошло. Вот честно. И мама помогла, потому что она сама сказала мужу, говорит, ты видишь, в каком она состоянии? Если сейчас её не вывести из этого состояния, говорит, ну, вы точно разойдётесь. И мне муж говорит, ну, давай, ты поедешь, отдохнёшь, а мама побудет с Доминикой. Кстати, мою дочь, моего первого ребёнка зовут Доминика, и сына зовут Демид. Вот. И мама побыла 10 дней с Доминикой, ей было 4 месяца. И я уехала отдыхать. И поехала не с мужем, а поехала сама. То есть меня муж сам отправил. Я поехала в Крым. Это был май месяц, Доминика родилась в феврале. Май месяц, людей ещё нет, представьте, Алушта. Я первый раз в Крыму. Я поехала на поезде, оттуда уже на маршрутке в саму Алушту. Это было, конечно, эмоционально очень круто. Поэтому, конечно, не у каждого есть возможность, в плане, я имею в виду, чтобы посидел с ребёнком кто-то, и это ж не просто кто-то, надо доверять, чтобы оставить малыша с кем-то. Это на самом деле очень-очень. Но мне повезло. Мне очень повезло, и, наверное, вот это вот меня и вывело из депрессии. Плюс то, что, знаете как, муж стал больше уделять внимания по приезду. Потому что была ревность, я, конечно, была под присмотром его знакомых, но в любом случае я уехала сама. Иногда тогда не было такой мобильной связи, как сейчас, вплоть до местонахождения человека. То есть иногда я такая была, мне телефон тогда особо не нужен был. Я могла оставить телефон, например, дома, а сама, например, пойти на море. То есть на море я не окупалась, потому что было ещё холодно, но я гуляла, очень много гуляла. Я познакомилась с компанией, там были три девчонки и, получается, три парня. То есть, ну, они парами приехали отдыхать. И вот, можно сказать, как бы я с ними была. Ну, естественно, муж как бы ревновал, говорю, ну, как бы они по парам, я одна, ничего ж такого нет. То есть мы созванивались, я, естественно, по правде рассказала, что вот я познакомилась с компанией. И вот они куда-то ездили, и меня брали с собой. Вот мы, помню, мы поехали на Айпетрию. Это было очень круто. Это было для меня прям что-то ого на Айпетрии, где уже облака. И, ну, это было шикарно. Когда я вернулась, я была вся такая прям, вот, ну, ну, и переключилась. Плюс я же говорю, что муж начал ревновать, я поняла, что ага, значит, всё-таки не всё потеряно. И таким образом, как бы, можно сказать, такую мою послеродовую депрессию вывел отдых. Как, например, поступить, если не с кем оставить малыша, и муж, например, не помогает, я вам посоветовать, наверное, не смогу. Потому что, ну, вот я сейчас просто делюсь своим опытом, как было у меня. А там вы, наверное, делаете выводы сами. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы кто-то из моего видео нашёл для себя что-то полезное. Как у меня было второй раз? Вообще мне рожать нельзя было. То есть по состоянию здоровья, с моей патологией вообще катастрофически нельзя было рожать. Но организм молодой, и я верю в Бога. Я посчитала, что если Бог дал, то значит, ну, первый раз мы не предохранялись, то есть мы целенаправленно полгода стремились завести ребёнка. Вот. А второй раз, вот, например, Димит, мы знали, что мне рожать нельзя, что это может привести к последствиям, и мы всегда предохранялись. Но один раз, когда мы поехали на отдых, ну, так получилось, что вот один раз, и вот этот один раз сыграл свою роль. И вы представьте, я для себя решила, когда, ну, вот у меня была задержка, я смеюсь, и мужу говорю, а вдруг я беременна? Он говорит, да не, ну, Аня, ну, с одного раза такого быть не может, ну, прям вообще не может. Я говорю, ну, ладно. И мы даже, по-моему, не по-моему, мы с ним поспорили на 30 долларов. Ну, как? Почему на 30? Потому что мы, когда вернулись с отдыха, были в Дьюти Фри, и муж у меня одолжил деньги. Ну, и как-то так получилось, что, в общем, короче, 30, это значит, что он мне должен был бы вернуть, там, по-моему, или 100, или 50, неважно. Но суть в том, что так ради прикола поспорили. И я подумала, что я просто простыла, ну, мужу сказал, он говорит, ну, наверное, да. Я пошла на УЗИ, вот, и такая, ну, что там, ну, по-женски, наверное, я простыла. На УЗИ меня смотрит врач, он говорит, поздравляю, у вас две недели беременности, уже плодное яйцо прикрепилось к матке, представьте мой шок. Но этот шок был настолько приятным вообще. Я была на седьмом небе. Звоню мужу, говорю, ну что, ты проиграл 30 долларов. Он говорит, ай, да ладно, не может быть. Я говорю, да. И вот, как бы, он пришел с цветами, ну, в общем, конечно, радости не было предела, но мы распереживались, потому что мне это нельзя рожать, врачи предупредили, потому что мне делали кесаря, кормить грудью нельзя, и, в общем, капец. Мы к врачам, типа, вот так и так, они говорят, вы что, с ума сошли, типа, избавляйтесь от ребенка, ну, как бы от беременности. Тогда еще толком ребенком не был, но для меня, вот честно, я как бы верю во все вот эти вот, ну, как, ну, ладно, нельзя. Нельзя избавляться от беременности, если Бог дал, значит, надо рожать. И я, знаете ли, о чем подумала? Я думаю, если мне Бог дал, ну, вот мне с мужем, да, с первого раза, значит, у меня будут силы выносить и родить. И я перестала ходить по врачам, пока на 19-й неделе. В общем, начала про послеродовую депрессию, короче, и рассказываю про свою беременность. Ну, вы уж меня простите, вы, если что, перемотайте. Ну, раз начала, уже продолжу. Вот, и так получилось, что на 19-й неделе у меня начало повышаться давление очень сильно. Мы не поехали ни отдыхать никуда, потому что очень боялись. Я была в Киеве, чтобы, не дай Бог, если что, ну, чтобы рядом были врачи. Вот, и получилось так, что я попала в больницу, и собрали консилиум врачей, и после вот этого консилиума, скажу вам честно, вот если меня смотрит кто-то из докторов, вы уж простите, но я вообще врачей, ну, я перестала их уважать, я их терпеть не могу. Ну, я не обобщаю, но есть, конечно, очень классные врачи. Ну, по крайней мере, тот консилиум, который был, он меня просто настолько разозлил. И представьте, мы сидим с мужем, куча врачей, и все на нас смотрят, и говорят, у меня 19-я неделя, то есть там уже полноценный человечек, только маленький. И мне говорят о том, что вы что, типа, ну, мы не можем, как бы, взять на себя такое ответственное, срочно избавляетесь, типа, от плода, ну, как бы, а, и почему я разозлилась, расплакалась и ушла просто. Вот я встала и ушла, даже не стала дожидаться конца этого консилиума. Он говорит, вы даже не можете, вы сказали, они мне так сказали, типа, вы же умрете. Ну, какой врач вообще имеет право такое говорить? Ну, это же просто, да? То есть, ну, представьте, я расплакалась и убежала в палату, начала собирать вещи, чтобы просто, ну, уйти, потому что подходит врач и тоже говорит, ну, вы извините, мы вас выписываем. Хотя, по сути, ну, как бы, у меня, ну, мне нельзя, у меня высокое давление, как бы, непонятно, что может со мной произойти. А меня просто выписывают, потому что они не хотят брать на себя ответственность, если вдруг со мной что-то случится, им, типа, такой случай не нужен. Вот, представьте, поэтому я ушла, я просто, вот, знаете как, у меня, в царстве небесное, у меня был классный гинеколог, только она меня поддерживала, именно как врач, поддерживали меня, конечно, родные все, но как врач поддерживала она меня только, вот. Она говорит, Ань, все будет хорошо. Она мне подсказала, какой надо препарат для того, чтобы понизить давление, и это не повлияло на ребенка, допигит называется, вот. Вот, и, а у нас в Украине его, ну, запретили, то есть только в России. Муж звонит по друзьям, чтобы они передали к нам в Киев. Лекарства поездам передавать не хотят, почтой, ну, подавно, тем более надо срочно. Но ничего, справились, получается, вечером муж позвонил, утром уже препарат был в Киеве. Я начала его принимать. Пошла тоже там к одному, ну, то есть мне назначили там в другую, короче, в роддом меня там нажили для сложных. Там тоже меня напугали. В общем, я перестала ходить по врачам. Я просто надеялась на Бога, скажу честно. И вот лежала, отдыхала на своей этой, на улице в доме площадки зеленой, вот, на лужайке. И вот таким образом, наверное, я просто вот вылежала, да, своего сына. Хотя не могу сказать, с домикой у меня постоянно были срывы, ну, как, очень сложно мне не годалась. Я постоянно лежала в больнице. А с днем я только вот один раз, и то из-за давления. Вот, все, рассказала. Почему такая была долгая предыстория? Как-то так вот, наверное, не знаю, чтобы вы понимали, да, что моя послеродовая депрессия вторая, она была совершенно другая. Потому что, во-первых, кто... Я оставляю сейчас ссылочку. Со своим мужем я разводилась. Мы вместе не жили. У меня была своя жизнь, у него своя на протяжении, по-моему, трех лет. Вот, два с половиной. И потом я вышла за него замуж второй раз. Поэтому это как другой человек. То есть он отличается от первого, можно сказать, мужа. То есть один и тот же человек, ну, как два разных человека, да, два разных мужчины. Получается, что у меня как раз наоборот сейчас была большая отдача со стороны близких и мужа. То есть он видел, как это все происходит. Мы очень боялись именно, ну, как вот, ну, чтобы не было срыва. И когда я уже родила, у меня началась именно депрессия по здоровью. То есть я, наоборот, была настолько окрыленная счастьем, что родился ребенок, что он здоровый. Да еще и мальчик. То есть представьте, девочка и мальчик. Ну, для меня это вообще полное счастье, иметь двоих детей разнополых. Ну, вообще, как бы, счастье иметь любых детей, и девочек, и мальчиков. Но просто вот мне всегда хотелось, чтобы было у меня двое детей разнополых. То есть это мой такой пунктик был. И тут у меня все это есть, и я просто в восторге. В восторге, я в счастье, я сама ночью вскакиваю, муж вскакивает, потому что он знает, что мне как бы нельзя, что рассказал, что мне надо спать. Кстати, у меня, когда я влоги снимала, когда я по работе ездила в командировку, и сына оставила с мужем. И мне девочки писали, как это он на работе, вот, а потом еще и ночью к ребенку встает. Я поражалась, я, конечно, знаю, что у многих так, и у меня было точно так же в первом браке. Потому что когда мужу говорила, я устала, я хочу спать, вот, например, да, ну, с Доминика, когда она была маленькая, он говорит, Аня, ну, мне же на работу, ну, как бы, мне надо выспаться. Я считаю, что это эгоизм. Вот у меня муж даже сейчас признает, говорит, да, я был эгоистичен. А сейчас он говорит, что, ну, ты так же устаешь днем, как и я, на работе. И если мы родили ребенка, то, ну, мы взяли ответственность за него. То есть в этом плане он мне помог. Поэтому у меня не было послеродовой депрессии именно во втором браке психологического. Потому что помощь от него была колоссальная. То есть он вскакивал, как и я, иногда говорил, ложись возле стенки, я сам буду с малышом. Вторая послеродовая депрессия была больше по здоровью. Потому что организм был, ну, работал на полную. Представьте, качал крови гораздо больше, 50%, чем обычно. Органы по-другому работали. И тут вдруг ребенок рождается, и, ну, все опять перестраивается. То, что было, это как бы уже прошло. И я всегда думаю о том, что вообще я позитив, и все нормально. Значит, так должно быть, в общем, все, что в жизни не происходит, все так должно быть. Просто расскажу, как это было. Я спускалась по лестнице, мне стало плохо, и получилось, что вызвали скорую. У меня внутри очень сильно болело в голове, очень сильно. То есть получается, что врач сказал, что это было как сосуды. В общем, типа эпилепсическое состояние, только именно не так, как мы представляем, да, себе это, а в голове. То есть эпилепсия в голове. Вот, и у меня началось опять онемение рук-ног, то есть я испугалась, очень сильно испугалась, потому что у меня когда-то такое было, то есть это был инсульт геморрагический, то есть парализация правой стороны, нарушение речи, то есть я заново, то есть я потеряла как бы память. То есть я маму узнавала, но я не знала, где я учусь. Это было 16 лет в какой-то школе, где я живу, как меня зовут, я ничего этого не помнила. Но маму я узнавала, я знала, что это моя мама, но говорить я не могла. То есть я училась заново разговаривать, вот, поэтому я иногда, как я иногда шучу, говорю, ну, тупик, подтупливаю, вот. И получается, что сейчас, когда у меня это произошло, то есть я-то понимала, что опять начинается то же самое, то есть я не чувствую руки-ноги правой стороны, плюс вот это состояние. Я очень испугалась, очень сильно, я подумала, что опять это происходит, что это опять инсульт. И вы знаете, чего я еще больше боюсь? Я не боюсь, наверное, смерти. Я боюсь остаться овощем. Это, мне кажется, самое страшное, когда, ну, например, да, муж от такой не уйдет, но она и не жена толком. То есть получается, что он прикован, у него нет личной жизни. Для детей это тоже, как бы, абуза в какой-то мере. Для меня это, вот, честно говоря, это, наверное, просто вот такой, ну, это ужас. Для мамы, представьте, мама моя перенесла, вот, увидеть, да, как твой ребенок так сильно заболел. Тут у моего ребенка температура, у меня уже паника и слезы. А представьте, вот такое вот. Ну, то есть я просто, когда это осознаю, я просто думаю, какая у меня мама все-таки сильная, какая она молодец. Мам, если ты меня смотришь, знай, что я тебя очень люблю. Может быть, я нечасто тебе об этом говорю, но вот такой я человек. Вот. И когда это произошло, мне стало очень, как бы, страшно. Меня положили в больницу, куча всего этого было, было, было. В общем, выкарабкалось, все нормально, выявили. Потом муж тоже напугался, и поэтому мы поехали в Стамбул делать неоперацию. Гамма-нож, вот. И теперь, в общем, я в режиме ожидания, потому что результат будет через 3-5 лет. То есть каждый год в декабре месяце мы делаем МРТ и отправляем в Стамбул, чтобы посмотреть, что же все-таки там поменялось или не поменялось. Вот. Это, конечно, сложно назвать после родовой депрессии, как люди привыкли, да, ее видеть. Вот в первый раз у меня действительно была она, как у многих, вот. А вторая у меня, я же говорю, вот, она была такая, как по здоровью. Но почему я решила о ней тоже рассказать? Потому что, девочки, мы, мы вообще женщины, мы очень сильные, но мы много на себя берем. И сейчас я уже понимаю, у меня от шубы все летает на губах, извините. Вот. Мы берем многое на себя, не понимая, что, ну, вот эти ресурсы, они, ну, мы изматываем себя. Поэтому себя надо поберечь. Мне об этом говорит часто мама, и я начала прислушиваться, хотя всегда думала, да, ну что я, я очень сильная. Да, мы сильные, но наши мужчины намного сильнее. Они могут и работать, и ночью вставать к детям. Поэтому жалеть их надо, любить их надо, но о себе не забывать, скажу вам честно. И мой, наверное, посыл, девочки, мамочки, будущее настоящее, любите себя, лилейте себя, хольте себя, потому что вы нужны своим детям в первую очередь, своей маме, потому что, ну, мы это понимаем, наверное, только тогда, когда сами становимся мамами. Вот. Мужа тоже надо любить, и тоже надо за ним ухаживать, и его тоже беречь, но вы поймите о том, что даже мама, которая сидит дома, она выполняет гораздо больше работы, чем мужчина на работе. То есть он приходит и говорит, я устал, я отдохну. А мама, она же дома тоже все это делает, то есть домашние дела, по-моему, выматывает больше, чем офис. Поэтому с мужем сядьте и поговорите, объясните, что вы устали. Не знаю, находите какие-то, может быть, тренинги, курсы, не обязательно куда-то ходить, в интернете тоже очень много этого есть. Если вы любите читать, то очень много полезной литературы. Я всегда вот советую книгу Чемпина «Пять языков любви». Для меня это просто настольная книга, и вот сейчас я ему уже сказала, то есть у нас тоже такое сейчас, то есть мы не ругаемся, ничего, но застой в отношениях. То есть я работаю, муж работает, детский сад, то есть быт, и вот каждый день одно и то же. Я вам могу сказать, что меня начало это напрягать. То есть развитие отношений в браке тоже должно быть, а у нас сейчас его нет. То есть все стабильно, все спокойно, но мне этого мало. То есть раньше мы с мужем раз в неделю обязательно ходили на свидание. Сейчас мы этого не делаем, потому что у нас нет времени, а это плохо. Поэтому я опять достала книгу «Пять языков любви». Сейчас опять с мужем мы будем читать, можно сказать, на ночь, потому что времени реально не хватает. Я не знаю, насколько это видео было вам полезно, может оно было бесполезно. Вы уж меня простите, вы попросили снять. Я вот просто раскрыла вам душу и рассказала, как оно у меня есть, как я с этим справлялась и как это у меня происходило. Если видео вам понравилось и оно было полезным, то, конечно, поддержите меня пальчиком вверх, напишите мне комментарий, мне будет очень приятно. Ну а если не понравилось, то, ребят, я правда старалась, проходите тогда мимо или посмотрите мои другие видео. Может быть там найдете что-то полезное. Я всегда стараюсь снимать полезные видео. Все, Ваша Запорожская, люблю, целую, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok